приветствую мне как автору исторического канала наверное даже положено поздравить своих зрителей с днем победы я бы хотел сказать пару слов как хорошо отмечено в известные песни это праздник со слезами на глазах и вот мне кажется что некоторые современности немножко забыли об этом и у них день победы ассоциируется с каким-то культом войны и происходит что-то совсем из ряда вон выходящие постоянные парады бряться не оружием наклейки можем повторить дети в костюм чеках мундир чеках вот это вот можем повторить а что вы можете повторить вы хотя бы под дождем часик полежите на земле холодный вы же убежите а если убежите то заболеет я уж молчу про боевые действия сами а наши предки четыре года провели в таких условиях ну и не стоит забывать что советский союз потерял более 20 миллионов жизней мужчин женщин детей стариков вы это хотите повторить люди которые обрежают своих детишек мундирчики вы не учите их ужасом войны вы показываете им что война это интересно и красиво вы воспитываете пушечное мясо странное будущее вы хотите своим детям есть у меня претензии к государству зачем-то она спонсирует взятие картонных рейхстагов съемку фильмов про войну где исторические события далеки от реальности дает на откуп дуракам украшение городов к празднику поэтому мы видим голландские флаги вместо российских поэтому видим как немецкие солдаты весело улыбаются с плакатов вместо советских воинов но при этом государство практически не спонсирует поисковые отряды и вообще поиск павших бойцов этим занимаются энтузиасты любители и повторю частные поисковые отряды ладно я и так потратил много вашего времени и хотел бы подытожить наши деды победили в самой ужасной войне как для нашей страны так и для всего мира они заплатили чудовищную цену за эту победу и вытянули ее на своем хребту явно не для того чтобы их некоторые чванливые и глупые внуки писали на своих иногда немецких машинах можем повторить я скажу еще раз это праздник со слезами на глазах давайте не забывать об этом с днем победы